И снова всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал Процветок. Предыдущий наш ролик вызвал бурный интерес у всех у вас, поэтому мы решили рассказать об уходе по орхидеям дальше. Сегодня мы затронем тему полив орхидеи. Как полить орхидею так, чтобы не загнили корни, чтобы не было никаких проблем с ней, и чтобы она росла, цвела и пахла у вас. Об этом сегодня мы вам расскажем. Итак, в прошлый раз мы с вами пересадили три орхидеи. Первая посадка была у нас чистый мохспагмос. Вторая посадка у нас была классическая, ну так, полуклассическая в кору с использованием циолитов. И третья посадка у нас была самая интересная, это закрытая система. Итак, сегодня мы расскажем, как все-таки полить данные орхидеи для того, чтобы их не залить, не перелить и не долить. Итак, поехали. Первая посадка у нас была в амхе. Орхидея, как вы видите, еще не отцвела, но как выдает орхидею в посадке в амхе система для полива? Мох должен быть полностью просушен. Он должен прям вот, когда вы пальчиком вот так вот дотрагиваетесь, он должен трескаться. Вот. И плюс корни. Наблюдаем, да? В данной ситуации корни уже начинают светлеть, то есть серебристый корень, показатель того, что орхидею нужно поливать. Поливаем данную орхидею мы следующим образом. Как это делаю я? Я просто заполняю внутренний горшок водой, поскольку в той посадке, насколько вы помните, мы не использовали никакие удобрения, вы можете разводить удобрения и с водичкой все это делал во внутренний горшок. И вот таким вот образом положим орхидею. Вот когда она полностью утонет в этом горшочке, а вы видите, да, горшок начинает впитывать в себя воду. Это буквально примерно 5-10 минут. В данной ситуации вам не нужно простаивать орхидею полчаса, час, два дня, три дня. Этого делать не нужно, потому что мох в течение нескольких минут питает в себя воду. И пока я пытаюсь продуктивно разговаривать, мы наблюдаем следующую историю. Полностью горшок погрузился, внутренний горшок во внешний горшок поместился, значит орхидея уже полилась. Мох впитал в себя достаточное количество воды и сливаем эту водичку следующим образом. Ждем, пока вытечет полностью вся вода, полностью на ножках здесь ничего не оставляем. Не забываем, что мох всегда себя будет впитывать в воду. И если у вас на ножках здесь останется вода, это будет немного мешать. Объясню почему. Потому что может пойти какая-то болезнь. Ну, вряд ли, конечно, пойдет болезнь, но все-таки лучше не переувлажнять корнями в орхидеи. Сливаем эту воду и утилизируем. Почему? Потому что, если вы, допустим, удобрение развели в этой воде и хотите полить вторую, третью, четвертую орхидею, этого категорически нельзя делать. Потому что вы не знаете, что внутри. Не дай бог там какой-то вирус или что-то как-то. Может быть все, что угодно. И это зависит не от вас, а от внешних факторов. Вы можете с этой водой перенести заболевание в другую орхидею. Поэтому этого делать нельзя. Поэтому эту воду мы просто утилизируем. Едем дальше. Первую орхидею мы полили. Вторая посадка у нас была в кору. Здесь смешанная система. Объясню почему. При поливе. При поливе кора впитает в себя большое количество влаги. Если вы каким-то образом перезальете, циолит заберет в себя дополнительную влагу. Которую будет отдавать на протяжении некоторого времени. Соответственно, либо же грунту, либо же корню. Но здесь полив немного иной. Поливаем мы здесь сверху. Потому что здесь не мох. Скажу по-честному. Ребята, сверху мы опрыскивали эти орхидеи все это время. Поэтому вы видите влажный мох сверху. Это присутствовало. И это и вам нужно будет делать. И опрыскивать это дело нужно хотя бы раз в два дня. Желательно, когда вы поливаете, верхний слой мха тоже нужно полностью залить. Таким образом он первое утрамбуется. Видите, да? Как с ним аккуратненько работать. Залили полностью орхидею. И здесь, в отличие от мха, мы ждем минимум 30 минут. Потому что здесь не такой влагоемкий грунт, как в мхе. И корни, ну, как бы правильно сказать, да, как навигатор полезут к воде. Соответственно, вы увидите рост корней. А для того, чтобы увидеть рост корней, не нужно периодически поливать. То есть дайте грунту полностью, первому, второму просохнуть от и до. Ему нужно будет просохнуть для того, чтобы, как и любая другая культура, орхидея, когда ей чего-то не хватает, она начинает идти к этому. Соответственно, ей не хватает влаги. У вас на пяточках здесь будет вода. Корни будут чувствовать, что внизу вода. И вы увидите рост корней, как они пойдут к водичке. Итак, пока мы с вами здесь разговаривали, наша орхидея уже напиталась водичкой. Итак, посмотрим, как же все-таки определить, достаточно ли орхидея впитала в себя воды. Во-первых, циолит, вы видели, он был светло-коричневого цвета, а сейчас стал более оранжевого. Во-вторых, кора стала темно-коричневого цвета. Ну и поскольку то, о чем я говорил ранее в предыдущих роликах, у нас в наших профессиональных грунтах уже есть непосредственно удобрение. Здесь, конечно, органическое удобрение. Орхидеи очень сильно его любят. Вот. Здесь мы просто эту водичку берем и также сливаем полностью, но не до конца, в отличие от предыдущей посадки. Оставляем здесь немножко воды, потому что, как вы видите, с горшка еще стекает. И стечет еще примерно сантиметра два. И, соответственно, когда она полностью вся стечет, здесь останется буквально два сантиметра воды. Именно то, что нам и нужно, как говорится, системы на пяточках. Корни орхидеи пойдут именно к водичке. Вот таким образом вы поймете, что в коре, собственно, все это полито и готово к употреблению. Итак, третья посадка и самая интересная посадка – это закрытая система, товарищи. Закрытая система. Чем интересно? Я немного объясню тем, что это для нас. Это просто сидеть, кайфовать и смотреть, как ваша орхидея растет. Первый полив в закрытой системе должен происходить не раньше, чем через 5-7 дней. Если вы будете бояться того, что пересохнут корни, нет, не бойтесь этого. Как раз-таки пересохнет тот момент вот тех вот микротрещин, которые вы обязательно, будь вы профессионалом, либо же начинающим орхидейником, вы в любом случае, допустите, некие ошибки. И, соответственно, чтобы проблем в этом не было, точно так же сверху заливаем водичку. Но я это делаю рационально по всему мху, потому что я его потом могу распределить. И заливаем полностью-полностью водичку. Кстати, заливать очень удобно вот в этот проем в 2 см, о котором мы до этого говорили. Заливаем воду полностью. Немного не хватило нам воды, но сейчас добавим. Итак, дополняем водичку. Как раз-таки здесь ваша водичка должна отстоять минимум 1 час. Для того, чтобы вся система впитала себя в воду. После того, как час пройдет, мы делаем следующее. Делаем вот так вот. Вуаля! Час прошел. Тем-то интересны все моменты съемок. Берем эту водичку и сливаем. Это вы сделаете ровным счетом 1 раз. Большую часть воды сливаем и проверяем. Ваша задача, чтобы водичка осталась на уровне либо пеностекла, либо керамзита, в отличие от того, что вы используете. Но мы видим, что здесь больше нам хи осталось, поэтому нет. Сливаем еще больше воды. Если вы слили очень много воды и у вас не остается здесь, не пугаемся. Не забываем, что сам грунт будет отдавать водичку сюда вниз. Соответственно, вы добьетесь того, чего нужно. И после этого, товарищи, вы больше не будете поливать данную орхидею следующим образом. Все остальные поливы будут заключаться в том, чтобы добавить сюда вот до уровня мха воды. И все. И таким образом вы сойдетесь к тому, что сначала за недельку она уйдет, потом за две, потом за три, потом, когда здесь создается микрофлора. Возможно, тут все позеленеет, прорастет мох, но это не минус, это плюс. Это будет означать, что внутри горшка создается благоприятная микрофлора. Вы будете бояться того, что корни внутри прогнили. Не нужно этого делать. С орхидеей чем меньше танцев с бубнами, тем лучше. Не забывайте, что в природе она растет просто на дереве. И рядом с ней нету ни Раджа Мартиросяна, ни Зинаиды Петровны, ни кого-либо другого, кто приходил бы, опрыскивал бы и удобрял бы ее. Это эпифит. Он будет расти везде и всегда. А самое главное, что он будет вас радовать обильным, замечательным, шикарным цветением, которое приведено у нас здесь. Ну а как зацвести орхидею и сделать ее пышной, цветущей, об этом чуть-чуть попозже, в следующем ролике. Если вы хотите об этом знать, мои золотые, вы знаете, что делать. Нажать на эту кнопочку и подписаться на наш канал. С любовью, ваш Орхарай. Бай-бай. Субтитры подогнал «Симон»!